Это разделяет страну, потому что половина хотят, чтобы Америка стала снова великой, а другая половина говорит, что Америка никогда не была великой. Для либералов США они как троцкисты, что для троцкого Россия это дрова для революции, а для либералов США это как США. В России как-то идей нет, и очень часто что-то когда-то говорится, но нет. И это проблема, потому что люди живут идеями, но реально жить без миссии, жить без смысла это вообще-то плохо. Это причина, почему иногда даже молодые дебилы из Европы бегают к ИГИЛу, потому что хоть у них какие-то идеи есть. Просто пока Россия не может встать. Я не знаю. Это тоже больно. Смотреть на великое государство, которое постоянно хочет быть на коленях перед людьми, которые смеются над ним. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы беседуем с аналитиком, журналистом, американцем в России Тимом Кербер. Тим, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что согласились на интервью. Тим, сейчас в Америке происходят беспорядки, протесты. И, конечно же, интересно знать ваш взгляд на то, что происходит в Америке. Но прежде чем вот обсудить эту тему, я предполагаю, что некоторые из моих зрителей не знают о вас. И мне хотелось бы задать вам пару вопросов. А вы кто? Представьтесь, пожалуйста. И вы, американец, живущий в России. Почему вы в России? Хорошо. Ну, меня зовут Тим Кербер. Я работал и работаю в российских СМИ давно. И на радио, и в телевидении, и даже за камерой на стороне, как сказать, придумывания новых идей. Вот. Да, это кто я такой. Почему в Россию? Потому что я славянин полностью. Я не был доволен жизнью в США и уехал. А почему выбор пал на Россию? Просто вот у нас в России очень часто молодые люди как раз считают, что здесь очень жить плохо и пора валить, естественно, в Америку. А здесь все наоборот. Ну, на самом деле я написал целую книгу об этом. Вы можете на Литресе или на Гугл Плей поискать книгу «Почему Россия?» от автора Тим Кербер. Там есть ответ на вопрос на 150 страниц. Но вкратце у людей есть разные приоритеты. И мой приоритет был, как сказать, что ли попробовать. Потому что в моем родном городе моя судьба там не находилась. Но Америка – это ведь несколько государств. Каждый штат – это отдельное государство. Наверное, там тоже не в каждом штате одинаково живется. Да, но все остальные места – это все то же самое, но хуже. Есть свой родной край, да? Но одни родные краи, да? Но если мы хотим очень глубоко попрыгать в эту идею и отвечать на вопрос долго, то посмотрите на США. Есть юг. У меня нет южного акцента. И я не хочу делать фальшивый южный акцент всю свою жизнь впереди, да? Начинаю вот так говорить искусственно, чтобы люди воспринимали меня как южаунин. Я не могу это делать. Это как-то фальшиво. Более того, как северный человек, ну не знаю, не судьба, да? Западный край страны мне отвратительный, как там люди живут, их менталитет. Калифорния, Орегон, Вашингтон, мне тошнит от этих мест. Это еще хуже. В конце концов, я родился на лучшем месте в Америке для меня. Но все равно судьба не была там. Поэтому я из африканского района, поэтому жить с этими белыми постоянно как-то тоже тяжело. И они тоже чужие. Поэтому почему бы не просто поехать в другую страну, а особенно в страну, откуда свои предки пришли. Потому что все равно везде я чужой в Америке. Я родился в африканском районе, поэтому я воспринимал их культуру, но я не могу воспринимать их физический образ. Я всегда буду другим там. Это невозможно. Я в меньшинстве. Но с другой стороны, это очень тяжело общаться с этими постоянно улыбающими белокожими, потому что как человек с африканским происхождением, как сказать, их улыбки мне отвратительные. Это не моё. Это белокожая Америка как-то тоже бесит, потому что я вижу её с другой, тёмной точки зрения. Вы знаете, вы сейчас произнесли такие фразы, которые, честно говоря, удивляют, потому что на самом деле именно вид улыбающихся американцев всегда привлекает, а вид угрюмого русского всегда отталкивает. То есть вот в России всегда я слышу, что русские такие угрюмые, они не улыбаются, а вот в Америке все тебе приветливо улыбаются. Причина, почему я начал, как сказать, так же включаясь сейчас, перед тем, как я выступаю на русском языке, я всегда в голове повторяю выражение на английском fuck you, потому что вот эти отношения надо показать. Как американец, наши be nice, быть добрыми всеми, приятными, это не работает в России. В России надо чётко показывать свою позицию и прямо как таран, танк, штык, как сказать, направлять свои мысли на другого человека. Или в России люди воспринимают человека только как покемон или клоун или ещё какая-то милота для развлечения. Поэтому все вот эти улыбки всякие, да, это вам приятно, но улыбки, как сказать, слов из этой улыбки вы не воспринимаете всерьёз. Вы русские, я не имею в виду. Хорошо. Тим, вот вы сказали, что вы родились и выросли в чёрном районе, и вы там не ощущали себя комфортно, да? Сегодня как раз вот протесты, собственно говоря, проходят под лозунг, ну, это в основном идёт чёрное население, да, хотя там много и белых, и других цветов, но происходят под лозунгом Black Lives Matter, то есть чёрные жизни тоже значат. То есть они что, в Америке ничего не знают? А если нет, 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 нет. Откуда вот этот перевод? Ой, стой, 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 стой. Тоже значит? Нет. Никакого тоже в этом выражении не было написано. Чёрные жизни имеют значение. Без слова тоже. Потому что если мы пишем, что все жизни имеют значение, включая белых, это как-то некрасиво либералам в США. Это не принято. Ну, то есть вот, но получается, что сегодня чёрные жизни не имеют значения в США, раз они выходят с такими лозунгами. Да, они так и ощущают себя, да. Всё моё детство, все вокруг меня, ну, повторили какие-то некоторые фразы, которые трудно переводить, ну, типа, не дают нам стать успешными. В этой стране, ну, ничего не будет. Всегда, ну, типа, всегда всё будет. Основная логика. Всегда всё будет у них, а у меня ничего не будет. Или не дают. Типа, не дают, не дают, не дают. Из-за того, что есть какая-то вот, не знаю, крыша белая или репрессия, что-то типа того. Не дают или сами ленятся брать? Ведь, в общем-то, чтобы кем-то стать... В Америке нужно пахать. И в Америке нужно тяжело пахать, чтобы действительно добиться успеха. Разве нет? Надо посмотреть всё с африканской точки зрения, что за поколение, за поколением была системная репрессия. Даже когда рабство отменилось, официально они стали свободными, но было законодательство Джима Кроу, которое держало сегрегацию и разные виды репрессий, которые ещё продолжали давить на них. Поэтому даже после освобождения просто новое рабство начало с данных. И поэтому сейчас, поверьте, у них мало доверия к белым словам. Понимаете? Наврали, наврали, наврали. Это как в России со властью. Елцин предал Россию с Горбачёвами всякими. И теперь очень часто власть говорит, ну типа, где ваш патриотизм? А где был патриотизм у них? Поэтому вы, предатели, стали богатыми и взяли власть. Почему мы не можем? Это то же самое, что они сделали, почему я не могу? Вот такая логика. Ну разве... Все, что происходит у афроамериканцев, происходит в головах у русских тоже. Просто чуть-чуть оттенка другая. Ну разве сегодня для чёрных не создаются всевозможные условия, льготы? Я так понимаю, что сегодня... Вот у меня есть такое ощущение, что в Америке сегодня самый дискриминируемый это белый мужчина гетеросексуальной ориентации. Потому что если вместе с ним будут претендовать на рабочее место афроамериканская женщина или там ЛГБТ, представитель ЛГБТ, то наверняка ему места на работу не достанется. Миллионы людей верят, что это действительно так. Миллионы говорят, что это абсолютно наоборот, во-первых, по поводу мнения других людей. Ну да, конечно, я всё это ощущал. Не забудьте, что в детстве вот тогда не было выражения, как social justice warrior, ЛГБТ и всякие такие выражения. И они не были. Но уже я видел, куда корабль плывёт. И это ещё причина, почему надо было оттуда поехать. Потому что реально, когда корабль утонет, как сказать, лучше быть на родине. Вот. Ну да, и как-то вот стало тяжело, стало несправедливо. И к большому счёту, то, что произошло, что теперь всем, никто не доволен. Афроамериканцы недовольны, белокожие недовольны, никто не доволен вообще в американском обществе. Поэтому, как сказать, всё, что мы делали по поводу феминизма и по поводу социальной революции, оказывается, что не получилось. Потому что результаты ужасные. Тим, ну вот как вы оцениваете те протесты и беспорядки, потому что протесты очень часто сопровождаются беспорядками, которые сейчас происходят в Америке. Вот как они вам видятся? Выплеск эмоций. А в этот раз, может быть, чуть-чуть побольше. Ну, посмотрим. Но пока это всё, скорее всего, через несколько недел, несколько месяцев просто исчезнет. Потому что у протестов нет главнокомандующих, нет структуры. Потому что, может быть, я не знаю, кто ваши зрители, но если они немножко, как сказать, молодые лица, которые не понимают, как мир работает, то в войне организованные силы побеждают. Даже если их меньше, если они хорошо организованные и дисциплинированные, то они побеждают. И сейчас есть просто хаос. Нет армии. Но ведь есть такая теория управляемого хаоса и есть такое понятие, как дип стейт, глубинное государство. Вот разве у вас сегодня не чувствуется в Америке вот влияние определенных лиц относящихся к хаосу. Управляемый хаос. Хорошо. Мы сделаем тогда дестабилизацию, трудно сказать, дестабилизацию США. Поэтому в Вашингтоне они хотят дестабилизацию на самой территории США. Почему? Почему это выгодно? Ну, я не знаю. Разве это выгодно Дональду Трампу? Мне кажется, ему это его не выгодно. Но это выгодно его, может быть, соперником, нет? Просто на Ближнем Востоке, да, если там полный хаос, это оправдание, чтобы Америка была там. Террористы везде, извините, что нужно бороться с террористами, да, есть некая логика, почему надо создавать хаос. Поэтому любая война рядом с Россией, которая включает Россию, делает Россию бельнее, создает больше проблем и тормозит восстановление России как государство. Поэтому какая-нибудь этническая война на Украине, например, или в Грузии, Прибалтике, где угодно, чтобы это мешало России восстанавливаться, прекрасно для Вашингтона. Это управляемый хаос, да. на территории своей страны создать ситуацию, где те же самые люди могли бы потерять власть или их, как сказать, организация в смысле военных, промышленностей, налогов. Почему это угрожает? Где управляемый хаос в этом плане? Ну, разве сегодня нет борьбы между элитами, финансистами и, собственно говоря, теми, кто выступает за возрождение реального сектора экономики? Да, но это очень далеко от нас. Это очень абстрактно. Тоже есть борьба между элитами за многополярный и монополярный мир. Такие выражения были сказаны, когда Путин поехал в Германию в, по-моему, в 2007 году. Может, это был Дрезден или Мюнхен? Мюнхен, я забываю. Памятный там. Но он заявил, что типа теперь мы идем в многополярный мир, монополярный мир не пойдет, у нас вот такая позиция, и мы боремся до конца. Поэтому реально есть вот эта идеологическая борьба, это более открыто. Если есть что-то на финансы и все это, как мы будем построить экономическое плане, может быть, в некоторой степени это идет, но нам это доказать очень тяжело. Очень тяжело. И как я знаю, как человек, кто работает в аналитике, мы не можем, несмотря на то, что блогеры и журналисты пишут, мы не можем доказать мотивации человека. Мотивация человека остается в его голове. Более того, наше подсознание сильно влияет на наши действия, поэтому очень часто человек даже не понимает своей мотивации. Поэтому вопрос мотивации очень-очень иногда очень тяжелый. Особенно когда это, как я сказал, далеко от камер, велития, которые не фильтрируют до нас. Тим, ну вы знаете насчет мотивации. Я в свое время работала как раз в оценке и подборе персонала и именно пользовалась американскими разработками психологические тесты, оценки, которые оценивают и мотивацию, и внутренние ценности, и даже эмоциональный интеллект достаточно быстро и достаточно валидно, достоверно эти тесты. И собственно говоря, я восхищаюсь как раз достижениями в области психологии в Америке именно в силу того, что они, наверное, весь мир здесь обогнали и с помощью именно этих технологий умеют управлять мотивацией человека. То есть они знают, что конкретно того или иного человека может замотивировать. сейчас введем эксперимент. Почему я согласился на это интервью? Какая моя мотивация? Ну я же не знаю, я же вас не тестировала. Я вас вообще просто знаю. не знаю, это не так очевидно. Поэтому требуется для вас некий специальный процесс, который определяет. Во-первых, почему этот процесс не используется в судах, в суде это не используется, потому что это не факт. Это не доказательство в суде. Во-первых. и во-вторых, если требуется, чтобы был контакт с человеком, к сожалению, у меня никогда не будет контакта с Трампом ни с некой финансовой элитой. Пусть в России, но там нет. Ну вот смотрите, сегодня некоторые эксперты говорят о том, что в принципе холодная гражданская война в США уже началась. Вы считаете, что это просто волнение, я так понимаю, предвыборное, которое утихнуто и все? Когда была гражданская война в США, по шуму в России, которая превратилась в революцию, хотя уже царь был свергнут, как они отличались от того, что происходит сейчас? Ну, я как-то помню, были генералы, были политики, которые стояли за одну сторону, за южные губернаторы, они вышли из союза, а сейчас оказывается действительно какие-то губернаторы из демократической партии не особо не хотят слушать президента, они просят, чтобы свои полицейские, национальную гвардию и так далее стояли на одном колене перед простые страны, это как что-то показывает, но пока нету пункта в этих губернаторах, никто не вышел, униформ нет, войск нет, эти линии, как сказать, тыла нет, пока это гражданское, это просто вы, русские, мечтают, чтобы в Америке была гражданская война, да, поэтому это ваше желание, поэтому вы пишете, и ваша аналитика создает этот образ, это точно как каждый год они пишут что-то на Западе, что-то последний год правления Путина, каждый год пишут, скоро Россия стокнет, потому что это их темная фантазия, сейчас это ваша темная фантазия, потому что то, что происходит сейчас, некрасиво, но это не похоже на гражданскую войну, потому что гражданские войны, их много было в истории, это не похоже. Ну то есть американское общество сегодня не расколото, там нет противостояния. В расколото, в эмоциях и политических мнениях, не доказательство, что происходит гражданская война. Ну а вообще, как вы считаете, возможно зажечь гражданскую войну в США? Ведь там столько оружия на руках. оружия ни при чем. Оружие ни при чем. Количество людей, которые воюют, со сравнением с количеством, которые не воюют, это как один к сто. К ста. Реально, попробую, как война работает. На Украине, когда был Майдан, 40 миллионов человек живут на Украине, а 40 тысяч расшили Майдан. Более того, столько было там оружия, не очень много. Давайте тоже предположим. Когда была гражданская война в Америке, тогда там было 33 миллиона человек в Америке, где-то больше полмиллиона, меньше миллиона погибли. Поэтому что, это как сказать, давайте предположим миллион, чтобы было легко. Это 3% населения гибло. Это очень высокие потери для такого конфликта. А все равно 3% населения. Значит, сколько людей воевали, может быть, 10%, 15%. Поэтому, особенно сейчас, в мире, где там намного больше людей, количество необходимое для войск очень-очень мало. если одна треть одного процента американцев собрать в армию, это уже миллион человек. Это уже массивная армия. Это уже армия, которая будет, по-моему, тогда номер 10 в мире по количеству. Вот. И не надо говорить, что вот этот факт, что у кого-то есть оружие дома, у кого-то нет, это вообще не влияет на гражданские войны и так далее. Потому что если бы была гражданская война в Америке, любой, кто хочет, может получить свежих калашников из России или что-то из Китая. И, скорее всего, без. Ну, вот на днях Дональд Трамп, он как раз заявил, что он может воспользоваться своим правом как раз в случае дестабилизации устоев государственного строя Америки может вести войска. Ну, в принципе он, как сказать, это запрещено Конституцией, ну, всем уже плевать на Конституцию, поэтому посмотрим. Но это было очень-очень-очень тупое высказывание. Я не знаю, почему он это сказал, это было очень не в свои интересы. Но, если честно, если Трамп реально хочет восстановить Америку полностью, то у него всегда есть вариант, ну, значит, пусть будет гражданская война, пусть будет война на улице, его сторона победит сто процентов. Дональд Трамп победит сто процентов? О, да. Почему? В войне. А, в войне. потому, потому, что быдло сильнее либералов всегда везде. Представляешь, если в России мы собрали пацанов из разных краев и сказали им, что там можно, можно размочить этих либералов. Представляете, что будет? Это будет то же самое. Тим, вот, ну, я так понимаю, что вы уже давно не живете в Америке, и вы получили гражданство России, но вот вы, как-то у вас есть какие-то предпочтения, кто должен быть президентом Америки, вот сейчас вот выборы идут, и два кандидата, Дональд Трамп и Байден. Вообще, как вы к ним обоим относитесь, и вот, как вы считаете, кто из них лучше будет решать вопросы Америки, американцев? По поводу Байдена вы можете через Яндекс Транслейт или Яндекс Переводчик, я забыл, как они позиционировали свою услугу, мою статью по поводу Джо Байдена на сайте strategicculture.org strategicculture.org я для них пишу, я написал статью по поводу того, почему Байден ужасный кандидат для демократов, почему они его выбрали, это загадка, это плохое, очень-очень сильно плохое решение, конечно, в этом раунде я сильно за Трамп, потому что Трамп это наша единственная надежда, потому что несмотря на то, что он странный, старый, богатый, может быть, слишком, он хоть что-то понимает об Америке, он хоть связан со страной, где он во власть, как сказать, русские сказали бы, он наш человек, он на 20% наш человек, и это намного лучше, чем остальные. То есть вот этот лозунг Make America Great Again, он находит отклик в сердцах американцев в большинстве случаев, да? Абсолютно. Абсолютно. Но это разделяет страну, потому что половина хотят, чтобы Америка стала снова великой, а другая половина говорит, что Америка никогда не была великой. И вот это приборится сейчас. А вот я так понимаю, что в основном южные демократические штаты как раз не считают, что Америка была великой, да? Скорее всего, да. Ну, у лебералов, у левых, так называемые синие штаты, да, они считают, что это не было так. Но сейчас очень в моде во всем мире ненавидеть себя, унижать себя, чувствовать вину, это просто сейчас в моде, и, к сожалению, эта мода очень опасная. Ну, вы знаете, мне казалось, сколько Америки это не относится, ведь, как бы, президенты приходят, и они говорят, я вот запомнила именно Обама, когда это говорил, когда он говорил, что Америка это исключительная страна, и американцы это исключительная нация. И вот если касается чувства вины, то мне кажется, как раз здесь пытаются привить чувства вины белым перед афроамериканцами. Он это сказал перед Конгрессом, а не перед аудиторией в университете Беркли. Ну, неважно, это же потом транслировалось везде. Нет, важно, кто что сказано кому. Понятно. То есть, просто в университете в Беркли он бы такое себе не позволил? Нет. Нет, нет, нет. Более того, для либералов США это как, они как троцкисты, что для троцкого Россия это дрова для революции, да, а для либералов США это как США. Они только любят факт, что Америка идет вперед и как таран открывает новый дивный либеральный мир, да, а саму Америку они ненавидят. Потому что есть общее положение, что консерватор всегда смотрит назад и думает, как все было лучше и раньше, и вот мои предки, и это было хорошо. Либерал более-менее смотрит, что когда-нибудь мы идем к тому моменту, когда будет утопия. И это больше вот они так думают. Они не любят страну как есть, особенно как было, но любят, ну, короче, нигде будет либерализма больше. Хорошо, но на перспективу, все-таки выборы еще осенью, как вы считаете, вот эти протесты будут нарастать, выборы могут отменить выборы, или все-таки это все утихнет, и как при Обаме были, Фергюсон, протесты, и все это закончилось тихомирно, так и здесь все закончится. Не забудьте, что были массовые протесты даже до того, как Трамп вступил в офис, даже перед его инаугирацией, поэтому если было в первый раз, то во второй раз надо ожидать, что протесты будут. Но будут ли они изменить Америку? Нет. А как вы считаете, вот то, что сейчас происходит в Америке, может как-то отразиться на политике России? Это как-то вообще связано, может быть связано? Ну, конечно, можно, если они хотят, они, конечно, могут сильно и резонансно объединить Россию за то, что происходит в США. если они хотят, пока большого желания нет, почему-то. Тем не менее, некоторые попытки уже сейчас звучат, обвинить русских в определенных, там, что русский следствия не имеется. Просто пока это не набирает силу. Это пока не действует. Поэтому, скорее всего, большое обвинение в Россию, это, конечно, всегда возможно. по поводу именно российских политиков личных пока неизвестно. Тим, скажите, вы скучаете по Америке? Я не знаю. Скорее всего, нет. Вам нравится жить в России? Если бы мне не понравилось, зачем я приехал бы жить? Ну, я не знаю, по-разному бывают, люди остаются, у всех разные. Это очень-очень вопрос глубокий русский, который раздражает, потому что это что-то показывает. Это показывает, что русские не могут верить, что кому-то Россия нравится. Это что-то... Я просто не понимаю этот вопрос. Почему вы задали этот вопрос? Какой ответ вы хотели примерно или ожидали? Какие потенциалы? На самом деле, вы знаете, во-первых, потому что среди молодежи, и более зрелого поколения, нашего с вами ровесников, очень действительно, к сожалению, популярно такое мнение, что в России все плохо, и хуже не бывает, что на самом деле в Америке, в Европе люди живут лучше, и надо жить так, как они там живут, а не так, как здесь у нас в Рашке. Я не поддерживаю эту точку зрения. Чтобы опять понимать, потому что все мне якобы говорят, что через меня они хотят понимать Америку. Америка страна индивидуалистов. Мне абсолютно наплевать, что другие люди думают об этом моем решении здесь. Это вообще не влияет на меня, если они все, если там 10 тысяч голосов, чтобы я уехал обратно в Америку и моя жизнь будет лучше, а у меня есть один большой голос, что я остался, я останусь. Я родился там. Их их красивое выражение мнения не считается. И это сила Америки. Потому что русские всегда думают, почему это так трудно спориться с американцами? У нас такая аргументация не интересна. И это очень руководительский менталитет у американцев. Потому что вы можете смеяться сколько вы хотите. Да, все там толстые, все там тупые, но хорошо руководят. Нет, на самом деле я, допустим, человек абсолютно русский, и мне здесь нравится, и я могу объяснить, почему мне здесь нравится, и я сознательно... Ну, во-первых, это моя родина, да, то есть я здесь родилась, и мне это странно понятно, здесь мои близкие люди, здесь мои друзья, и даже мои недруги, они все равно свои. И мне кажется, здесь у нас Россия как раз и страна возможностей, и страна, где люди, как мне кажется, в бытовом плане намного более свободны, чем люди, живущие на Западе. Да, я согласен. Конечно, по поводу родного, но моя судьба отличается от вашей, поэтому родное это Мактоналдс, но да, по поводу остановок, да, я согласен с вами. Вы видите, что я на стройке, да, это мой дом, я его ремонтирую, делаю это абсолютно как я хочу, по своим стандартам, по своим желаниям, как-то я хочу. Попробуйте это делать в США, более тяжело. Вы знаете, как правило, да, картинка у всех такая, что кажется, что действительно в США приехал и быстренько взял и построил дом. На самом деле реальность отличается от тех мифов, которые закладываются в головы. Почему эти мифы закладываются в головы российских молодежи, вот это большой вопрос. Потому что, ну, как сказать, всегда у простых людей есть какая-то мечта, что оп, что-то случается, случится и все будет хорошо, да. Как сказать, какая-то ленивая девушка всегда мечтает в том, что какой-то принц придет, у него будет много денег, ей ничего не надо будет делать всю жизнь, оп, и все хорошо. Дебилы в США думают, что я буду покупать лотерейные билеты и когда-нибудь я стану миллионерами, оп, и все будет хорошо, да. А в России более-менее вот этот оп, и все будет хорошо делается через эмиграцию. Почему-то русские думают, что да, я поеду в Германию, Францию, неважно, и все там почему-то хотят мне помогать, там просто лучше, оп, и моя жизнь будет хорошая. А, нет. Везде надо работать, надо что-то делать, надо брать ответственность на себя и двигаться в свои руки, и все будет плохо всегда. Все зависит от вас. Я абсолютно вас поддерживаю, абсолютно солидарна в этом вопросе с вами. Тим, скажите, пожалуйста, вы уже гражданин России, как я понимаю, да? Вот как вы сегодня оцениваете политику российских властей? По поводу российской власти проблемы очень кадровые, потому что такие же люди, которые вам говорят, что все там лучше, они тоже сидят во власти. Это проблема. Даже люди, которые якобы яркие патриоты России, все обожают Америку и говорят на английском. Настоящих патриотов во власти очень мало. Слава Богу, один сидит наверху. Поэтому есть такая проблема. Более того, нету идей, философии, в которые они должны верить, потому что как человек, кто достаточно уже не молод, я помню, когда любой американец мог бы хоть рассуждать Конституцию и определить, есть ли некий закон, идея, концепция, если это согласно с Конституцией или не согласно с Конституцией. Конечно, для американцев тогда что-нибудь, которое не согласно с Конституцией, это зло, это грех, так недопустимо. Была какая-то система определения доброты идей. В исламе есть то же самое, если я могу это повторить, есть пять статусов некого действия, что есть обязанные, как молиться пять раз в день, есть добрые, которые положительные, нейтральные, мелко плохие и категорически запрещенные, если я это вспомнил правильно, чтобы любой мусульманин может определить, что есть пять, как сказать, способов определить, если действия, ну, как Бог будет реагировать на действия, да, а в России у нас нет этого, у нас нет этого, нет конституциальности, нет определения действия по исламу, просто нет. В России как-то вот идей нет, или очень часто что-то когда-то говорится, но нет, и это проблема, потому что люди живут идеями. Идея, это смысл действовать, говорят, что нам нужны идеи, на самом деле в России идеи уже есть, и немало, просто они не во власти, они не продвигаются, Россия просто остается, как вы сказали, почему любить Россию, ну, зато как-то вот Россия, да, да, почему надо служить в Англии, ну, потому что Россия, потому что я родился, может быть, это плохие аргументы, просто так, просто так. вы знаете, когда вы говорите об идеях, то есть, мне кажется, вот одна из таких основополагающих идей для русского народа, да, я не буду говорить для власти, а именно для народа определяющая, это именно поиск справедливости, и мне кажется, здесь как раз у нас... Если идет поиск справедливости, по-моему, плохо ищут. Ну, с этим не могу не согласиться. Да, потому что у нас вот все не так, поэтому сейчас это очень и в США, и везде, это не только здесь, очень неидейное время без философии, постфилософское время, где идеи нет, вообще нет, философии нет, и это то, что больно, потому что опять, если мы проверим, что эта пирамида масло, это правда, что да, на самом деле сейчас наши базовые, как сказать, желания, нужды, они, как сказать, выполняются, исполняются, я забыл, какой глагол, ну короче, но на стороне идей что-нибудь выше, чем просто жратвы и телефоны и PlayStation, ни хрена нет, дамас. Базовые потребности удовлетворяют трены, и все, и как-то, и вроде как не о чем больше думать, но нас к этому приучают, но я так понимаю, вам этого не хватает, а разве в Америке нет? А, просто я такой человек, и конечно, статистический человек этого не понимает, это не то, что сидит сейчас 16-летний парень и играет в PlayStation, думает, что, блин, я играю в Dark Souls, и все вот так пусто, нет, это все опять в подсознании, а, это еще проблема в власти, русские не признаются, что подсознание существует, это плохо, это реально убивает Россию, чем дальше я живу здесь, чем больше, просто, просто, никто в власти не понимает, что на самом деле, что такое подсознание, и как-то обращаться потому, что хоть у них какие-то идеи есть, хоть у них какая-то борьба, и тоже, как мужчина, у каждого поколения должна быть своя борьба, но по-минтусу можно контролировать, какая это борьба. я с вами опять же абсолютно согласна, Тим, но вот как раз завершить наше интервью, я хотела бы вопросом, а какой смысл жизни, какая идея ведет вас, Тима Кирби, по жизни? Идеи для меня лично, проблема в том, что личная идея немножко сильно зависит от государства, потому что, ну да, они категорически другие, что, ну, ну, хорошо, может быть, если мы объединяем с Россией, да, что я родился все детство, и до того, как я стал большим и с бородой в 16 лет, как сейчас, я был зван пеником, пидорасом, говном и так далее, все детство, ты просто говно, а теперь нет, теперь есть доходы, есть успехи, я уехал из этого долбаного гетто, вы знаете, самое ценное для африканца, это, чтобы, ну, как сказать, достижение, это уехать из гетто и не вернуться, это считается личное достижение, это личное достижение в моей жизни, это некая месть против тех, кто хотел мне делать плохо, и если это на государственном уровне, как люди, иностранные государства, как они делают Россию плохо, и надо встать и попробовать исправлять ситуацию, если мы хотим объединить личные проблемы с государственными, но, к сожалению, в России русские слишком вежливые, вы все равно уверены, что западом воспринимают вас в равных и вы можете договариваться и что-то будет хорошо и у вас будет прекрасное место у стола великих держав и будете в равных. Нет, нет, лучше нет, потому что реально, когда я осознал, что я здесь никто, я здесь хуже всех, я уже был, это был момент моего освобождения, потому что уже эти люди, теперь они мне тоже говном, они никто, они просто нежитые, которые пока не в гробах, и все. И это проблема в России, в России, русские, как государство, вы не можете серьезно ставить свой средний палец прямо, перпендикулярно, и показать это в лицо людям, которые вас оскорбляют, даже второй средний палец, и хороший племо, это, но я это сделал, это было, я уехал из этого гетто, я никогда не вернусь, я свободен, оплаченный дом, я свободен, я их победил, вот. А если нам надо объяснить личные ценности и государство, это все, что я могу вам предлагать. Я рада, что вы нашли свою свободу в России, я надеюсь, что этот пример послужит примером и многим остальным, по крайней мере, фактором задуматься, и посмотреть и на себя, и на свое по-другому. И все задуматься и забудут, и еще через год все равно все будут, ну, давайте договариваемся с Западом, ладно, да, да, окей, ну, нам надо общий консенсус, да, 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 общее принятие правила, просто пока Россия не может встать, я не знаю, это тоже вот больно, смотреть на великое государство, которое постоянно хочет быть на коленях перед людьми, которые смеются над ним, потому что реально это убивало меня психологически, что ты как-то хочешь, чтобы люди приняли тебя крутим, и ты будешь одним из этих вот крутых парней, одним из этих, не знаю, гангстеров или кто-нибудь, только когда ты освобождаешься от этого желания, ты можешь стать собой. Россия не хочет, как государство, не хочет. К сожалению, я не власть, когда-нибудь. Вы знаете, я думаю, что подобные настроения в России зреют, и, как говорится, русские долго запрягают, поэтому будем, я думаю, что наша с вами задача просто стремиться, во-первых, находить единомышленников и стремиться воплощать наши с вами идеи в жизнь. Посмотрим, посмотрим, но пока признаков этого я мало видео, что желанием.